Пятое. Формы борьбы. Способы ведения войны, формы войны не всегда одинаковы. Они меняются в зависимости от условий развития, прежде всего в зависимости от развития производства. При Чингисхане война велась иначе, чем при Наполеоне III. В XX веке ведется иначе, чем в XIX веке. Искусство ведения войны в современных условиях состоит в том, чтобы, овладев всеми формами войны и всеми достижениями науки в этой области, разумно их использовать, умело сочетать их или своевременно применять ту или иную из этих форм в зависимости от обстановки. То же самое нужно сказать о формах борьбы в политической области. Формы борьбы в политической области еще более разнообразны, чем формы ведения войны. Они меняются в зависимости от развития хозяйства, общественности, культуры, в зависимости от состояния классов, соотношения борющихся сил, характера власти, наконец, в зависимости от международных отношений и прочего. Нелегальная форма борьбы при абсолютизме, связанная с частичными забастовками и демонстрациями рабочих. Открытая форма борьбы при легальных возможностях и массовые политические забастовки рабочих. Парламентская форма борьбы, скажем, при Думе и внепарламентское выступление масс, доходящее иногда до вооруженных восстаний. Наконец, государственные формы борьбы после взятия власти пролетариатом, когда последний получает возможность обеспечить за собой все государственные средства и силы вплоть до армии. Таковы, в общем, формы борьбы, выдвинутые практикой революционной борьбы пролетариата. Задача партии состоит в том, чтобы овладеть всеми формами борьбы, разумно их сочетать на поле битвы и умело заострить борьбу на тех ее формах, которые особенно целесообразны при данной обстановке.